В общем, всем привет, мои хорошие, мои любыми. Наконец-то я дома. Хочу сказать сразу, что у нас было два концерта. Один концерт был в Черновцах, один был в Тернополе. Первый в Тернополе, потом в Черновцах. У меня спрашивали про квартиру. Я скажу так, я приехал в 10 утра, мне сняли квартиру до 4 часов. Я в 4 часа ушел, я там отдохнул, сходил в душ и все. Но я говорю потом, зачем вы прям чини-чиепи пошлялся по городу? То есть мы не ночевали в Тернополе. Я... Это... Томас, не скачи. Коллектив приехал на автобусе, в этом самом, в Тернополь. Я даже не знаю, на чем они приехали, но они потом в конце были на автобусе. Мы с ними встретились, я уже ушел в квартиры полностью, провели концерт. И мы из Тернополя сразу ехали в Хмельницкий в гостиницу. Ночью мы приехали в гостиницу. В 10 утра мы выехали из Хмельницкого, поехали в Черновцы на концерт. По дороге заехали в Каменец-Подольск. В замок, там старинный замок, красивый такой замок. Но больше всего мне понравилось в замке, понравилось там, ну, собака возле замка жила, живет. И она охраня замок. И мне так показалось, что это какие-то не собака, а какие-то переселения, душа переселилась в собаку. Ну, интересно, прям собака, мы шли в замок, я потом ее снял видео, когда уходил из замка. А когда шли в замок, она тоже стояла, прям собака стоит и всех так охраня, каждая такая, дивится, прям глаза заглядывает, машина приезжает. Ну, в общем, собака понравилась больше всего в замке. Ну, замок красивый, конечно. THEY Hante裝 sitt anisaл Ой, хоть, 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 хоть подоль, чем. Чего я хоть поставлю? Это собака, наверное, пленталась? Ой, какой голосистый, боже. Ох, охраняектор замка. Ну так. Не пущу, скажи. Не пущу. Мало ли, есть перемоплощение? Ну, одно было как охраня deu Эмковец этого замка. Но до сих пор, сегодня... Ох, ой, Боже. Ой, какой ты горвастый, охранник. Может, в прошлом какой-то начальник был, переразился и охраняется. Кто его знает, что оно? А в товарищи, в отделении ДУСУ, на камеру играет вообще. Ну, какой взгляд серьезный у него, не просто так. Ой, ты моя лапонька. Что это за рулем? Ой, боже, таможня, таможня. Иди сюда, дурак, она тебе надо. Гавкайся. Интересно, замок вот такой прям. Честно, я первый раз иду в такой замок. Раньше я по замкам не ходил. Сегодня 26 число. Я могу сказать, что люди безумно отзывчивые. Я зашел в магазин покупать. Не то, что там меня кто-то узнал, какие-то там что-то, это самое. А люди в магазине обычно там, я говорю, хотел купить хот-дог. А там, я говорю, я не пойму, а что это, какой вкусно, невкусно, что он. А парень стоит там, ну, так и мужчина лет сорока. Кажу, я вот это вот покупаю, вот смотрите, вот это вот, вот это со шкуркой. Я говорю, ну, из какой шкуркой? Они так говорят, тут немножко по-другому. Как-то такой немножко диалект вот такой украинский. Что ты не совсем, если быстро говорить, то ты можешь и не понять. Ну, в принципе, я понимаю, я скажу, из какой шкуркой? Он говорит, не со шкуркой, а с куркой. Куриное филе. Ну, короче, и вот я вышел с магазина, уже купил этот такой большой, ну, как хот-дог чешону с курицей. Он говорит, а он выскочил, там можно разогреть, говорит, идите разогрейте себя, что вы будете холодные. И вообще, вот к кому обращаешься, люди все какие-то отзывчивые такие, прям аж, аж вообще аж. Вот я удивился. ЦР3 у нас с Милицком по каким-то там причинам отменился, его не было. Мы сразу после Черновцов сели на автобус, поехали всю ночь ехали, утром я был уже в Киеве. И из Киева потом уехал, вчера ночью приехал, у нас тут снегом забело, все в снегу. Мои хорошие, мои любимые гляньте, я приехал до дому, сейчас 2 часа ночи. Все замело, все в снегу. Полностью. И тут тоже. Так красиво, когда снег, и сейчас снег летит. Так что все со снегом у нас. Соскучился. Так бегал, как я пришел, ой, так бегал по квартире, бегал, радовался, радовался, улыбался. Вернулся хозяин, радовался, радовался. Место себе не находил. Ой, все. Опять гона с дому. Вот уже. Все. Вот такая она красивая. Такая она красивая. Ой, ой, хвост. Мне понравились фонари в Житомире. Какие-то фонари. Такие огромные фонари. И как-то в кучу так вот сделанные. Таких фонарей не видел. Красивый театр. Безумно красивый театр. Прямо так в центре стоит. На площади. Музыкально-драматический театр. Я так понял. Имени Шевченко, да. У меня хороший, такой красивый театр. Я, конечно, в шоке. Вообще город красивый. Такой Тернополь. Я никогда не ожидал, что. И люди вообще такие отзывчивые. Идешь, они тебя ведут сюда-сюда. Там есть олень. Или корова стоит. Или коза светится. Сыня. А таких фонарей я вообще никогда не видел. Такие фонари интересные. И кто их придумал, я не знаю. Они как-то в кучу собраны вот так вот. Таким массивом. Красиво очень. У меня приперся. Ой, вообще город красивый. Люди узнают, фотографируются. Ой, капец. Мне ж стыдно. Иду через дорогу. Они, ой, мы вас дивимся. Они так на украинском языке разговаривают. Ну, так, если быстро, то я и не пойму. Вообще красивый город такой. На концертах творилось это вообще. Публика принимала хорошо. Я выходил, начинал что-то рассказывать. Ну, мне этот парень говорит, ну, ты поговори хоть что-нибудь расскажи. А что рассказывать? Я начинаю рассказывать, это бесконечно. Я начал рассказывать что-то, как мама продала свиню. Потом рецепт про фитроли. Кричу со сцены. Со сцены рассказывают рецепт про фитроли. Говорю, ну, что говорить? Я начал рассказывать, что у тебя приехал, что я когда-то был в Черновцах. Начинаю путаю, в каком я городе. Не пойму, что я мылю. Там где-то говорю, мама свиню продала. Мы приехали костюмы. Рита, вот это Пума назывались. Я говорю, Рита. Купили костюмы. Ну, воспоминания из детства. Я был вот когда-то в Хмельницком, по-моему, на рынке. Мы с мамой были. И вот это людям рассказывал. И про то, что курить надо бросить. Тоже начал за сигареты рассказывать. Потом начал рассказывать про фитроли. Говорю, вот давайте, а не давай рецепт пирожков про фитроли. Давай, говорю, 125 молока, 120 воды вот так колотишь. Томас, стойди сюда. Ну, от уже непоседлива дитина такая. Не непоседлива дитина такая. От уже котяра и газарики. Насколько ж можно? Насколько ж ты таким будешь, вреднючим? Мяу. Спрашивают, сколько Томасу лет. Томасу годики чуть-чуть больше. О, иди уже, ради Бога. И тут не хочешь, и тут не хочешь. Дивишься. В общем, так это самое. Взяв его на ручки, вынес на руках, держу, а тут голуб. Вот, как назло. На снегу. За этим голубом уже убить готов того голубя. Такой охотник нормальный. В общем, это самое. Иначе рецепт про фитроли рассказывать. Потом говорю, оставайте яйца, сейчас будем отделять желтки от белков. Но зал смеялся, конечно. Я сам ржав. Начинаю петь вступление. Я не могу вступить. Смеюсь. И зал смеется. В общем, мне очень понравился этот коллектив, с которым я поехал. Безумно талантливый, конечно. И оркестр на хорошем уровне. То есть не просто Шарашкина контора, а хорошие музыканты и дирижер. Девочка, певица была. Мы учились в консерватории. Потрясающе пела вот эту Павлу Лагуну из «Пятого элемента». Вот это ахахахахахахахахахахахаха. В общем, не понравилось. Сейчас на эту сцену выйдет специальный гость. Я уже вышел. Добрый вечер с рездом всех. У нас дуже красиво місце, но на жаль мне вдалося так, чтобы на сценарий подивитись. Я только помню, я могу на слушнике, короче, разговаривать на раз, ведь я не знаю, но я одного не понимаю. Я маленький был, мама продала свиню. Я был провис на рынке у вас. Это же черновцы, правильно? Мама продала свиню, мы приехали, я в школе учился на рынке. И купляли такие костюмы, не были спортивные, втоконные. Пума называлась, я их рита называл, не на русском, а на рита читал. Калькулятор, я сезон помню. В общем, воспоминания есть, но я тоже маленький был. Я помню, что этот город такой красивый-красивый, потому что я живу в Заборовской области, там, где возле Мелитополя. Но Мелитополь не так, ну, конечно, такого нема, как тут. Место дуже красивое. В общем, начинали. Это не слово. Ой, кошмар. Мне ничего не вспомнилось, что повия Панаса Миркова. Не знаю, чего эти дети их вспоминают. Я читал детство и повию Панаса Миркова. Мне что-то мне навеяло, не знаю, чего. Я ничего не курю, честное слово. Детство и курить сигареты. Потому что, не, честное слово, это химия такая страшная. Я смотрю, ну, подожди. Просто, что, смотришь, сейчас у нас такие продукты страшные, что не куплю. Я в термаркете захожу, вот, честно, у меня голода кружится. Я захожу, смотрю, что покупать. Майонез, налбас, и все. В общем, а тут, оно на сколько людей убивает, вот такие продукты, но они об этом не пишут. А на финансах уже пишут, что убивает. Поэтому курить нельзя вредно. Кто курит, бросайте, а его поможут. А никто не пишет. Это сказано. Ой, ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вчера я ехал в поезде. Мене слава богу, раздавал телефон, я хотел сделать видео. Это просто. Я такого поезда не видел. Обычно поезда, как в купе, поднимаешь тумбу, чуть-чуть отодвигаешь рукой, оно опускается. Там какая-то палочка, как-то надо убрать, вот такая палочка. Поднимаешь купе, вот эта нижняя, то есть я ехал в плацкарте, но поднимаешь полку, где люди сидят, и там подставляется палочка, то есть я такого не видел, но я как-то не придал значения. Потом, значит, дальше захожу в это, а третья полка, она решеткой сделана. Если третья полка обычно гладкая, я никогда не видел, это решетка. Вот так вот, третья полка, вот первая, вторая и третья, решетка. Я такого не видел. Потом пошел я в туалет. Открываю дверь туалета, открывается так, как купе. То есть не вот так внутрь, наружу, а открывается как купе в бок. Я такого не видел. Открываю купе. Маленько, метр на метр. Вот так унитаз стоит, и, значит, я закрываю двери, а там защелка, вот как в замке в Лувре, короче. Вот такая вот штучка, и вот такие, как крючок, набрасываются. Раз. У нас в цели такая лямка была. Так раз. Набрасывается, и все. Ладно. Я, это самое, в туалете надо помыть рукой. Я не пойму, что. Стоит вроде как раковина, и какая-то как висит вот такая. Думаю, может она сенсорная. Я туда, сенсорная в таком... Я туда руки под эту штуку несу, а она вода не идет. Когда смотрю по сторонам, а там написано, педаль, чтоб пошла вода внизу. Я думаю, под раковиной, где там педаль. Может кто помнит такие педали? Первый раз такое вижу. Первый раз. Еще, чтоб педаль нажать, чтоб пошла вода. Не в унитазе, а вот в этом. В очке для руки помыть надо. А холод был собачий. То ли вагоны не топились, то ли не знаю. То есть туда ехал в купе, можно было до трусов раздеваться. Ехал обратно, вот это в пласткарте. Это капец. 38 по-моему, или 28 поезд. Я намотался вот так шарфами, в ботинках, в куртке, в одеяле. И лежал вот так. Цокотив зубами пара из рота. Вот так я приехал. Слава Богу, не заболел. Потом приехал вночу. Телефон разрядился. Не могу ни такси, ничего вызвать. Садралось у меня 80 гривен за такси. Когда цена ему 30 гривен. Меня за 80 гривен привезли домой. Тоже вот так хожу. Два часа ночи хожу. У меня пакет, сумка. Сейчас цветок мне подарили. Подарили перчатки. Сейчас вам покажу. В Черновцах. Женщина. Таня, привет тебе велик. Вот такой огромный букет подарила. Потом девочка подарила цветок. Сейчас вам покажу рождественский. Рождественский цветок. Вот такой мне красивый. Я привез до дома. Вот он. Чтобы ты понимала, какой цвет цветок. Вот такой. В таком вазончике. Я привез. Иду как с приветом по Киеву. Иду. Это. Цветок в руках. Костюм. Туфли. Все на свите. В общем это самое. И перчатки мне подарили. Сейчас я покажу тоже. Какими рукавички подарили. Я так понял, они с дырочками. Или с чем. Они не с дырочками. Потому что тут нарисовано. Вот я подумал, что тут какие-то для сенсорных. Они как-то так вот нарисовано. А я подумал, что там дырочки. Я не смотрел. Но я думаю, это специально для такого. Они вот как чем-то обработаны. Вот эти края. Пальчики. То есть надеваешь вот так рукавычку. Это наверное специально для смартфона. Или для чего. Вот два пальца. Или вот у меня еще есть телефон один. Сейчас я проверю. Вот это ноут 2. Спрашиваете кто снимаю на что. Я по-разному снимаю. Раньше снимал на этот. На камеру снимал. И на ноут 3 сейчас снимаю. Висит у меня телефон на подставке. Вот такой штатив мне дарили. И на штатив прицеплено держатель. Мне очень удобно снимать. То есть тут комната. Мне не за что зацепить телефон. Я вам сейчас покажу. И вот оно сейчас проверим. О да. Все работает. В перчатках работает полностью телефон. Это у меня еще один телефон есть. Вот. Полностью в рукавицах. Ты можешь это самое набрать. Вот там в галерею зайти. Вот. Это у меня второй телефон. У меня два телефона. Note 2 и Note 3 я снимаю Samsung. Обязательно сниму видео о мастер шефе. Как бы подведу итог. И расскажу еще фильм о фильме. Потому что много стали спрашивать. А что ты с Оксаной Монцировой жил? А не с Никитой и не с Поливей. Я расскажу почему так жили. И сколько мы жили. И в общем таки. Все. Мои хорошие. Пока. Томас хватай обои обдирать. Так. Эй. 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 Такая чесалочка. Такой чесалочка. Я его вычесываю. Вот такой. Чешу его. Под лица малого чешу. А шерсти сколько летит? Сколько летит с него шерсти? Она же такая. Лиза. 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 Пел песню Луна Ту. Скажите девушке. У меня было две песни. И конечно языком телепав. Как помело на сцене. Люди смеялись. Я сам смеялся. Оркестр смеялся. В общем. Все было хорошо. Ой. Это не хочется. Иди. Вреднючий кот. Такой вреднючий. Хай все знают, какой ты вредный. Я пришел. Я приехал. Он так радует. Бегает. Пригает на меня. Давай облизывать. Целовать. А сейчас уже все. Надаю сам вел. Надаю уже. Иди. Иди. Тебе не бачил шакалового. Сейчас вычешу голову. Ага. 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 Побачил. Побачил коробочку. Пробег. Пробег. Все мои хорошие. Пока.